Встреча с Беларусь Встреча с Беларусь Отдельной статьей нового закона закреплены обязанности безработного. Так, они должны самостоятельно заниматься поиском работы. Являться на переговоры с нанимателем по вопросу трудоустройства в течение двух рабочих дней со дня выдачи направления. Являться в органы по труду, занятости и социальной защите для получения направления на работу или учебу. В целях стимулирования к более активному поиску работы усилена ответственность безработных за нарушение законодательства о занятости населения. Вдвое сокращен максимальный период нахождения на учете в качестве безработных с 36 до 18 календарных месяцев. Уточнены и нюансы повторной регистрации в качестве безработных. Для нанимателей установлена обязанность письменно уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о наличии вакансий в течение пяти дней с даты их образования. У нанимателей, привлекающих граждан на оплачиваемые общественные работы, появилась возможность заключать не только срочные трудовые договоры, но и гражданско-правовые. Важной инновацией закона о занятости является и то, что с 1 января 2017 года услуги по трудоустройству смогут оказывать только включенные в реестр агентства по трудоустройству. Профессийное свято у один из кастричницких дён отзначили заховальники и створальники культуры, сопрацовники музеев и библиотек, деячие театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и вязковых клубов, коллективы мостатской самодейности. У всех, кто является заховальником духовных скарбов народа, уносит значный эстетичный уклад у культурное развитие нашего района и упрыгоживая жизнь людей. Профессийное свято – День работника культуры – отзначили заховальники и створальники культуры. Свой уклад у айчинную культуру уносят больше 400 представников Сморгонщины. Святочное мероприемство для людей самых ярких и творческих профессий прошло у одним из центров культурного жития города и района – школе мастатства у имени Михаила Клеофаса Агинского. Профессийное свято не заявляется подведением выников – отзначила начальник отдела идеологичной работы культуры по справах молоди Сморгонская райвы Канкама Татьяна Ражева. Угод культуры до святочного дня работники у всех на прамках культурной деянности подрихтовалися вельми годно, поделилась и она. У музейной деянности можно было бы вызначить, напевно, отдел нашего музея садиба Агинска у национально-музейном форуме, з якого был привезен диплом третьей ступени за лепшат дедукацейный проект. Сярод музея у республики я лечу, что это значный выник працы для молодого ящего музея. Так само в третий раз в этом году отбылся фестиваль «Вертание пауночных Афин» с делом национально-концертного оркестра под кераминством Михаила Яковлевича Финберга. Коли говорить про клубную деянность, то гэты год для нас вызначываюся широком региональных свят, які пройшли на добром узровне организации, не в этой святе у Залесе, а в этой святе у Крэва. Я лечу, что гэта такая туристичная вандроука пар регионных нашей Сморгонщины станет традиционной и кожный год у летку мы будем ладзить такие святы, які накерованы не только на досуг мясового насельництва, але и на протягнение туристов. На жаль, библиотекары наши до свята подышли пакуль, что с умным выникам, потому что у нас вельми слабое комплектование библиотечных фондов, але ми женьшим с тым скарбами, які назапашены, які ёс, праца ў библиотечной системе, так самая, дзе планова колькась наведывальника в выполнении ўсех основных пакасчиков, аб гэтым яскрава свечыць. Нашы музычные школы, ў гэтым годзе мы вельми так шильна на их звернули увагу, мы разглядзели на паседжані райвы канкама пытання аб стане музычное статычное выхавання. И я хачу адзначыць, что праца была признана становучай, тому, что и наша базовая школа, школа Мастацтва Мягинска, и наши сельские школы за минулый год, скажем так, правяли некий штуршок у своей дзейности, анэктивизывали свою працу и по ўделу в конкурсах, и по поступлению у сяредние специальные навычальные установы культуры и мастацтва. Я лечу, что гэта праца, вот зараз пачаўся новый навычальный год, и она будзе мець таксама свой працяг и свой плён. У гэтым годзе мы добавили один коллектыв знайменем узорный, у нас уже 31 коллектыв. Это таксама у рамках канання программы «Культура», и гэта пакашча з года в год в нашым Смаргонскім районе толькі повялічывацца. Гэта свечыць аптым, што культура мая сваё празвецё. И вельми мне прыемна узгадаць тое, што гэта коллектыв узорный коллектыв, дзіцяча коллектыв, то есть вэта та измена, якая завтра прыззана змену нашым работнікам культуры. Чалавек можа навучыцца шмат чаму. Аднак калі няма творчага патанціялу стаць творчым чалавекам немахчыма. Многі навад і не падазраюць, колькі сіл і працы патрабуецца на тое, каб стварыць прыгажосьць и выдатны настрой. У професійная свята прагучала шмат веншаваннеў і пажаданнеў. Со словами удзячности звернувся до присутных работніка установ культуры старшыня районного совета депутатов Иван Романович. Вы люди талантливые, одухотворённые, конечно, вы увлечены своим делом. Как кто-то сказал, что в культурной сфере могут работать только люди, увлечённые своим делом, патриоты своей профессии. За ту небольшую зарплату вы делаете, конечно, огромную работу, мне тяжело её оценить, вы воспитываете наших людей, вы поднимаете их культурный уровень. Хочу поблагодарить вас всех за ваш труд, за вашу работу. Без вас, конечно, общество было бы чёрство. Не жили бы мы так, хотя жить тяжёлое наустроение, вы нам поднимаете. Спасибо вам огромное. С праздником вас, крепкого здоровья вам, вашим семьям, благополучия. Успеху вашим на вашем тяжёлом поприще на культурном. У рамках дадзеного мероприемства отбылось узнагородження тых, хто унёс значный уклад у развитё культуры нашого района. Подзячные листы и гоноровые грамоты Райбы Конкама за значные поспехи на культурной Ниве отримали самые годные представники установ культуры. Особливый подарунок за осветление культурных подзей отримала загадщица отдела культуры, морали и права редакции газеты «Светлый шлях» Алла Клемянок. Виншаванне и подарунки от правосоюзной организации работников культуры уручала директор районной библиотечной системы Зоя Дурайка. Школа-мастатство имя Михаила Агинского – место, где новое поколение долучается до культурного життя, где детям открывают заповедные двери у свет прыгожего. Наша школа, государственное учреждение образования Сморгонская детская школа искусств имени Агинского непосредственно занимается образованием, внешкольным образованием учащихся. Мы работаем по трем направлениям – художественное, хоровое и музыкальное направление. Конечно же, каждый год мы принимаем участие в огромном количестве международных, республиканских, областных конкурсов. И, конечно же, мы приезжаем с победами. Я не буду перечислять все победы. И хочется отметить наш международный конкурс, в который мы выезжали, в республика Чехия на весенних каникулах. И приехали, у нас ездило 4 коллектива, и все приехали с наградами. Кроме того, мы принимаем огромное, большое участие в большом количестве концертов района, города. Выезжаем на концерты в республику и в область. Подчас концерту свое урочистое посвящение у профессию пройшли 15 молодых культработников, которые еще только начали працевать в системе культуры Сморгонщины. Головное у танцы – манера, характер, умение раскрыть под музыку свою душу, рассказала молодой хореограф Ивона Койра. Я здесь жила всю жизнь, я училась в этой школе, был очень веселый период этот. Потом я решила поступить на хореографию молодечно, это была моя мечта, я всегда мечтала быть хореографом, учителем. Вот моя мечта сбылась, я поступила, я отучилась и добилась своего, своей мечты. И вот сейчас я работаю в музыкальной школе. Святые концерты и гульни для Оксаны Лист – працовные будни. Я на кажах, эта профессия была я ей дитячей марой. У святочный день мастацкий керавник удостоилася заслуженной узнагороды. Вы знаете, конечно же, более 15 лет и за эти годы было многое. И слезы, и разочарования. Но каждый раз я понимала одно, что, наверное, это призвание, это то, что мне дорого, это то, с чем я ложусь спать и просыпаюсь, оказывается уже с новыми идеями. Вот поэтому, а награда, я иногда говорю так, что награда – это как раз-таки не то, что дает тебе расслабиться, а это то, что тебя стимулирует к дальнейшей, более, скажем так, плодотворной работе. Большая частка концерта ладилася уластными силами культработников. На протягу всего мероприемства глядачы отримывали осолоду от вокальных и музычных номеров. Подчас концерту присутные у глядельной зале работники культуры за довольнением подпевали своим коллегам. С концертными номерами выступили так само гости со Стравца. Концерт пройшел на одним дыхании. Хочу широко повитать у всех со святом, поддяковать за верность профессии, за то, что в таких экономичных тяжкостях не стратили к этой профессии, застались ее и працуют, ну, скажем так, за совесть и за годность нашей культуры Сморгонщины. Особное дякую, хочется сказать, нашим ветеранам Галины, які працают шамаду год, такие выховали уже не одно поколение творчей змены, якое дорейше вертается на нашу Сморгонщину и уливается у коллектив работников культуры. У всех со святом. Активисты детского парламента, вооружившись пакетами и перчатками, вышли на уборку леса и парковых зон от мусора. Трудовая акция «Сделаем наш город краше» стала поводом для рассуждений. От кого же зависит чистота в лесу и какую роль в этом играет сознательность или, проще говоря, человеческая совесть? Своим примером парламентарии доказывают, каждый может внести свой вклад в общее дело по сохранению чистоты родного города. В Сморгоне в минувшую субботу взрослые молодежь с энтузиазмом трудились в одном из уголков города. Более 20 активистов детского парламента вместе с представителями районного совета депутатов очистили от веток и мусора переход к железнодорожному остановочному пункту. Трудовая акция «Сделаем наш город краше» стала первым мероприятием в рамках проекта «Время выбрало нас». Акция направлена на воспитание экологической культуры, на воспитание бережного и внимательного отношения к природе своего родного города, а также на привлечение внимания общественности к проблеме охраны лесопарковых зон и зеленых насаждений. Наша акция направлена на то, чтобы наш город стал чище, лучше и краше. Я думаю, что каждый из нас желает жить в благоустроенном городе, в уютном городе, в чистоте и порядке. Поэтому мы своей акцией привлекаем внимание людей, чтобы люди поняли и не мусорили, просто не мусорили. Детский парламент – это общественное объединение детей и молодежи школ города и района. В его состав входит 45 активистов, лидеров детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления. И хотя парламент называется детским, ребятам зачастую приходится решать серьезные вопросы. Девиз Маргонского районного детского парламента говорит сам за себя. Зажечь сердца, объединить все свои мысли, знания, стремления на добрые дела. У нас парламент направлен на то, чтобы зажечь сердца, зажечь наши сердца. И все наши знания, все, что мы умеем, направить на благо общества. То есть вот сегодня мы собрались здесь и убираем эту лесопарковую зону. Осенняя генеральная уборка – исключительная инициатива парламентариев. Главное, считают они, привлечь внимание сморгонцев к проблеме загрязнения лесов и парковых зон города и района. Ребята активно включились в работу по наведению порядка. Высеченный кустарник и сухие листья быстро сгружались в прицеп трактора. В мусорные мешки попадали бытовые отходы отдыхавших там некогда сморгонцев. Трофеями трудовой акции стали пластиковые бутылки, битое стекло, целлофановые упаковки и много других опасных для природы находок. В тот день школьники потрудились хорошо и, как признались сами, им приятно, что сделали доброе дело. Я когда пришла в парламент, когда услышала про эту акцию, я с удовольствием откликнулась, потому что убрать лесопарковую зону, облагородить наш город – это, мне кажется, очень важная цель. Я с удовольствием пошла. Я считаю, что каждый молодой человек должен участвовать в жизни своего города, должен помогать, как мы сейчас это делаем, облагораживать свой город. И это просто обязанность каждого человека. Трудовая акция «Сделаем наш город краше» – не единственное запланированное мероприятие детского парламента. В рамках проекта «Время выбрало нас» также пройдут экологические и благотворительные акции. Состоится форум «Диалог на равных» с представителями местной власти. Небесное и земное. Под таким названием в Сморгорском историко-краеведческом музее проходит выставка картин уроженца Забайкалья Сергея Савицкого. На суд зрителей представлена лишь часть работ художника. Большинство произведений хранится в частных коллекциях за пределами нашей республики. Познакомиться с разноплановым творчеством художника сморгонцы могут, посетив экспозицию картин живописи. Организация выставок является одной из главных составных частей экспозиционной работы Сморгонского историко-краеведческого музея. Картины талантливых и оригинальных художников можно увидеть на различных проводимых показах живописи. По словам работников музея, в искусстве, как и в жизни, есть творчество, которое впечатляет до мурашек, и картины, на которые можно смотреть бесконечно. Заметить и передать красоту застывшего мгновения может только художник от Бога. Трудно сказать, когда, в принципе, появилась профессия художника. Но можно с уверенностью сказать, что изобразительное искусство появилось с рождением человека. И, наверное, с такой же уверенностью можно сказать, что художником, наверное, стать, научиться этому невозможно. Художникам нужно родиться. Ведь именно художник создает какой-то нереальный мир. Отображает реальный, но в то же время он передает сказочный мир красок, внутренние какие-то ощущения свои и живых и неживых, одушевленных и неодушевленных предметов. Увидеть мир в красках дают возможность экспонаты выставки «Небесное и земное» художника Сергея Савицкого, которая проходит в Сморгонском историко-краеведческом музее. Здесь представлено многообразие творческих идей автора. Родился художник-любитель в Забайкалье. Более 40 лет живет и работает в Молодечна. Технику живописи осваивал и совершенствовал самостоятельно. Представлены на выставке 30 ярких и живописных полотен – часть творческого хобби, в котором автор пытается отразить на холсте многообразие окружающего мира через отдельные фрагменты времени и пространства. В творчестве Сергея Савицкого соединилось всего понемногу, но только самого лучшего и яркого. В исполнении автора можно увидеть ностальгические мотивы по родному краю. Несколько своих работ художник посвятил религиозной тематике. Отдельной нитью проходит жанр натюрморта. Выставочную деятельность Сергей Савицкий ведет более 20 лет. Работы экспонировались в художественных выставках на территории Белоруссии, Польши, Италии, Германии, США. Творчество художника не может оставить равнодушным многих ценителей искусства. И поэтому большинство его работ находится в частных коллекциях за пределами республики. Занимаюсь творчеством уже больше 30 лет. И на этой выставке представлены работы, которые выполнены в различных жанрах и различной тематике. То есть отображены те мысли, которые одолевали меня и которые хотелось изобразить на живописных полотнах. Разноплановая тематика потому, что я не пишу работы на заказ, а пишу только когда возникает какая-то потребность. То есть когда уже у меня в голове созрела какая-то идея, какая-то мысль, которую требуется выразить на холсте. И только после этого уже я что-то создаю. Сначала сделаю, конечно, предварительные наброски, рисунки, а после этого живописное полотно. И разные планы эти работы, потому что они написаны в разное время. То есть начиная от 80-х годов прошлого столетия и кончая уже последними годами. И в зависимости от того, как менялся мир, как менялось мое мироощущение, так они и переданы на этих работах. Целый спектр добрых страстей насыщают все произведения Сергея Савицкого. И этот букет дарит ценителям живописи широкий аромат эмоций и чувств. Утолить жажду прекрасного сморгонцы могут, посетив выставку художника. Прикоснитесь к магии. Фантастическое шоу «Потрясающее воображение». Грандиозное иллюзионное шоу Виктора Шишко «Спящая красавица». Иллюзии на грани волшебства. Отличные новости. 21 октября в 12.00 «Пятый элемент» открывает новый магазин «Сморгони» по адресу улица Кубоколоса, 120А. Три дня вас ждут подарки, развлечения, а главное – супер цены и супер скидки на технику. В честь праздника акция с 21 по 23 октября купи два или три товара и получи скидку 30% на второй товар. А на третий товар в чеке скидку 50%. Подробности акции уточняйте у консультантов в магазине. Всем, кто совершит покупку, карта программы лояльности в подарок. Приходите, отпразднуем открытие вместе. Что ты знаешь об Институте пограничной службы Республики Беларусь? Владеть приемами рукопашного боя, быть физически подготовленным, умело управлять подразделением, знать в совершенстве иностранные языки, воздействовать на сознание человека, идти в ногу с последними разработками IT-сферы, по выпуску быть трудоустроенным, стать настоящим пограничником, защитником нашего государства, умело применять летательные средства, воздушную авиацию на участке ответственности, опытно эксплуатирует автомобильную технику. Не упусти свой шанс. Институт пограничной службы Республики Беларусь ждет тебя. В пятницу 21 октября. Столбики термометров покажут днем 3-5 градусов тепла. Ночью температура опустится до минус 1. Пасмурно. Ветер юго-восточный порывистый. В субботу 22 октября днем ожидается до 5 градусов тепла. Облачно. Температура ночью составит 0,2 градуса. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный порывистый. В воскресенье 23 октября будет пасмурно. Температура воздуха днем прогреется до 4 градусов выше 0. Ночью столбики термометров опустятся до минус 1. Возможно кратковременные дожди с мокрым снегом. Ветер юго-восточный порывистый. А мне остается с вами только попрощаться. Будьте в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова